А что самое страшное в тюрьме? При всем желании, как я могу кого-то привезти? Это картель. Всех убьют. Детей маленьких, больших. Всех найдут и каждого убьют. Но что это за деньги? Откуда они вообще появляются? Моя роль конкретно заключалась, чтобы обналичить деньги. Схема дала сбой. Просто охрененный стук в дверь, такие удары. Бах, бах, бах. Полиция, открывайте дверь, полиция. Тебя заковывают, ноги заковывают в такие цепи. Потом вокруг пояса такая цепь. Год не срок, два урока, три пустяк, пять ништяк. Друзья, привет, рад видеть новый выпуск Люди Прос. Сегодня снимаем про американский спецназ, тюрьму и все такое. За что туда попадаешь? У нас в студии Саша мой давний друг. И мы работаем в нескольких бизнесах совместных. Это человек, который варил жесткий диск своего компьютера для того, чтобы информацию с него не смогли забрать в спецслужбы США. Ну, идея такая была, на самом деле. Но, как и показала практика, что Apple компьютером полностью умирает. А с Windows, с жесткого диска, информация собирается после варки. Но я могу пояснить, почему именно я прибег к варке компьютера. Они, например, там Evidence Illuminator какой-нибудь использовали, что-нибудь такое. Это только потому, что я не знал, сколько у меня есть времени. А поставить на плиту, как бы, кастрюлю и положить туда ноутбуки, вариться, я подумал, что это как бы быстрее, и оно действительно там незаметно, может быть, они будут там вариться, пока происходить будут все эти процессы внутри. А открывать ноутбук, включать его, запускать программу, я считал, что это займет дольше времени. Ты, видимо, давно готовился к этому шагу, потому что у меня, например, дома нет ни одной кастрюли, в которую влезет даже мой маленький макбук Air. Да, у меня поместилось два компьютера и там несколько телефонов. Это прям самогонный аппарат какой-то. Ну, а я хочу сказать, что если вы досмотрите выпуск до конца, там будет конкурс, и вы сможете выиграть вот такой вот костюмчик, значит, да, Louis Vuitton от магазина bestbrandsale.com самого такого нету пока что. Вот, видите, такой вот. В общем, bestbrandsale.com Заходите в описании, и я расскажу потом, почему именно этот шоп и этот костюм. А также, за лучший комментарий под выпуском, адресованный гостю, мы подарим вот такой вот чехольчик на телефон Люди Про. Это все интересно, но что за дело было? То есть, как ты попал в поле зрения американской юстиции? Делаю я по получению налоговых денег от государственной налоговой службы, получение их на свои счета. Как бы невостребованные деньги, которые американцы, американские граждане не востребовали, они были востребованы другими людьми и попадали ко мне. То есть, пострадавшая страна именно государство. Но что это за деньги? Откуда они вообще появляются? Происходит в Америке один раз в год возврат налогов. Человек в течение года платит налоги. По определенным критериям он может вернуть уплаченные деньги. И некоторые люди не пользуются этой возможностью или не указывают не все критерии, по которым он может зачислить себе эти возвраты. И деньги как бы остаются невостребованными. И заполняя определенным образом вот эти деколорации на возврат можно их все-таки получить. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке. Который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас максимально быстро удовлетворят. Ссылка в описании. Ну, мы поняли, то есть тебе нужно было там пробить его SSN, Social Security Nambo, потом ДОП, Date of Dors, дату рождения. Да, на самом деле, я ничего такого не участвовал в этом. Я как бы один-единственный фигурант, ну, как бы нас двое, у меня еще там девочка была, гражданка России, вот, которая тоже была арестована, но как бы про нее я в этом выпуске не буду ничего делать, она не как бы, ей не интересно в этом как бы участвовать и светить свою персону. Она молодец, хорошая девочка, довольно успешная, бизнес продвигает свой, то есть, я прям за нее рад, как у нее все дела проходит. Но в целом, то есть, это получается, для того, чтобы это сделать, это делаешь там фальшивую личность, по сути, Social Security Nambo, дату рождения, иногда номер автомобильных прав, там требуется, что-то такое, да, и ты с этими доками идешь по сути, или в электронной скорее форме их отправляешь куда-то к государству. Суть дела, да, но вообще, это ведь, я думаю, ты же знаешь, это все, как бы, это все кухню, вот, это работает, разные люди работают, на самом деле, это не работает один человек, это же база данных, они же там, да, они там взламываются, берутся, там кто-то, хакерские какие-то дела проходят, кто-то принимает, получает деньги, обналичивает деньги, переводит деньги, да, все это в какие-то разные ступени одного и того же дела. У меня в деле указывалось, что все, все сделал я, да, на самом деле, на самом деле, но у меня какая-то была такая часть, да, какой-то работы из этого, просто, что у них был единственный я из этой схемы, и дальше никуда не пошло, как бы, я вот один, и... Ну, и сколько таким образом удалось, там, скажем так, заработать на всю банду? Я не помню, тогда в деле там фигурировали разные цифры. Ну, миллион, два, десять долларов. в районе миллиона, да, там фигурировало. Приходы даже были денежные, когда уже я был арестован, все равно продолжались, деньги продолжали, продолжали поступать. У меня были хорошие планы по этому поводу, да, я учился на курсах пилота, вот, хотел покупать, купить самолет, я его хотел сюда пригнать, летать, каталоги у меня, да, на самолеты были, то есть я планировал на какой-то хороший доход. Но, как бы, все эти деньги, они были арестованы, естественно, ну и... А сколько удалось проработать? Ну, это был не первый, не первый сезон, это был, наверное, не первый налоговый сезон, наверное, это был, может быть, второй или третий, третий, наверное, сезон. То есть три года? Да, да, третий год. А твоя роль конкретно в чем заключалась? Моя роль конкретно заключалась, чтобы обналичить деньги, вот именно сами деньги, вот у меня были вот эти вот деньги, которые там распределялись. То есть они приходили тебе на счета какие-то? Да, да, на специальные счета приходили. Почему ребята, там вот, которые были еще в этой схеме, кто все это добывал, мутил и доводил до тебя, чтобы ты уже обналичил, да, почему они на эту роль выбрали именно тебя? Ну, у меня такая возможность просто была. обналичивать деньги? Возможно было обналичивать и переводить все это в грамотной схеме. так получилось, что схема дала сбой, вот, и все это не получилось так, как оно планировалось, так и хотелось. Ну, вот ты три года в США, там или больше, да, до того, как попал в этот криминал, а ты вообще как туда попал и зачем в Штаты? В Штаты я уже как бы давно бывал, давно ездил. В 99-м году даже первый раз я там приехал туда через рабочую визу мне удалось даже там легализоваться, получить вид на жительство, у меня же было вид на жительство, грин карта. Работал, у меня был неплохой бизнес, бизнес у меня был связан тоже с компьютерами, как сказать, так относительно тоже. Немножко по-другому, с хардварем был все-таки он связан, это я покупал на аукционах палеты с разной электроникой, техникой, при необходимости все это ремонтировалось, либо разбиралось на части, например, разоряется какой-то завод, происходит аукцион, ты вживую скупаешь палеты с электроникой всякой, которые просто загружаются на вот эти вот, значит, на эти стеллажи и просто отдается, завертывается в эту ленту и ты уже убираешь эту ленту и разгребаешь, что у тебя там есть. Ну это что, компьютеры, принтеры, скамеры? Нет, не принтеры, это все, это в основном было компьютер, сетевое оборудование очень дорогое, но это в основном компьютеры, но ноутбуки, с ноутбуками проблема, что на ноутбуке очень высоко, на них цена задиралась, все как-то хотели эти ноутбуки, вот я больше с стационарными компьютерами, с сетевым оборудованием, всякие вот эти вот хабы, вот эти промышленные хорошие хабы, они стоят денег и в них никто не разбирается, и ты их куда патал? свитчи, эти роутеры, очень много продавалось на ebay, просто на ebay, и выставлял за 1 доллар, и они сами люди цены набивали мне, каждую вещь, я просто ее вот так смотрел, и это бизнес, он действительно приносил неплохо, я не скажу, что прям там миллион мне приносил, но он приносил мне такой доход, который бы я обеспечил себе там работой такой, где нужно было действительно много вкалывать, потом я подумал, мне нужно какие-то вещи поменьше, возиться с этими компьютерами, я учился в колледже в это время, на кого? я не потянул английским языком, чтобы мне можно было учиться на какую-то специальность, поэтому в колледже ты проходишь уровни английского языка, когда у тебя уровень английского языка достаточен, ты можешь добавлять специальности, сейчас бы я уже сдал, я кстати в тюрьме, когда я находился, я получил школьный диплом американский, у меня есть сертификат, у меня есть сертификат, я официально зарегистрирован, окончивши школу, я сдал экзамены, 5 часов длились экзамены, там был английский язык, английская литература, science, там включала в себе физику, математику, то есть интересно, мне пришлось окупаться обратно в школьное время, там довольно просто, на самом деле было, после того, как нас нагружают в наших школах, это кажется какой-то так шуткой, на самом деле. И ты на английском все это сдал и получил этот стандарт? Да, получил. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com и если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас, мебельный магазин Хофф и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. А вот рентабельность твоей деятельности этой на ebay, она сколько там процентов составляла? За доллар берешь, за три продаешь? В пять раз в каждую вещь накручивалась умножить на пять. Вот так, это как минимум. Ну и вот вроде все круто, ты учишься в колледже, у тебя 500% рентабельность чистыми, этих всех компьютерных цацок. И с какого перепугу ты вдруг попал в криминал? Как это произошло? На самом деле у меня пошло очень много транзакций, я еще стал заниматься, добавил еще сюда в оборот DVD-диски. Стал продавать DVD-диски, ну это конечно уже не совсем получается такая сто процентов. Они не были лицензионные. Копии без лицензии, но фильм, который существует в настоящем лицензии, мне их производили, нашел производителя в Таиланде, мне их пересылали, их там переупаковывал. Ну качество точно такое же было, отлично все продавалось. Очень много пошло транзакций у меня найти на Paypal, просто повалили. Я выкладывал большими лотами, я например выкладываю один диск и напишу количество там 20 штук, количество здесь 20, 20, 20, 20 и все по одному доллару. У меня все лоты продаются, у меня закрываются все эти транзакции и у меня заблокировали мой Paypal аккаунт с деньгами. Ну безусловно, за продажу контрафакта. Нет, за продажу контрафакта несколько раз закрывали мой eBay аккаунт, я его восстанавливал. Вот, потому что я пытался продавать фильмы, которых еще не существует в DVD. Но на самом деле eBay восстанавливает аккаунт, у меня как бы с этим проблем у меня не было. Но я уже обезопасивал себя, я приобрел полный каталог фильмов, который выходил в DVD, я строго по каталогу уже работал, только фильмы те, которые можно продавать, только точные копии, вот, чтобы у меня не было жалоб каких-то моих клиентов, чтобы они получали действительно на качественный товар, вот об этом беспокоился. Они были все довольны, писали мне довольные отзывы. Да, меня заблокировали, заблокировали деньги, я тогда стрессанул, вот, потому что мне нужно было рассчитываться с поставщиками, у меня деньги заблокированы. А, и еще поставщик пропал со связи, который с DVD, тоже у меня к нему уже оплата была, у меня как-то вот одновременно навалились эти проблемы, я не мог разблокировать деньги, которые у меня заблокированы, плюс поставщик, который должен мне в следующую партию был DVD отправить, перестал выходить на связь. В итоге проблемы на самом деле разрулились, в итоге деньги разблокированные я получил. Поставщик очень долго не выходил, по-моему, несколько месяцев, в итоге он вышел на связь, выполнил свою часть договоренности, там он мне рассказал о каких-то своих проблемах и действительно выполнил, все как бы не было проблем. Вот, и можно было бы продолжать, но я как-то уже так переключился. На самом деле вот к этому делу я не относился как к чему-то серьезному или к какому-то криминалу, это как будто бы как игра, как помочь кому-то обналичить деньги. Потом уже приходит это осознание, что это действительно противоречит закону, но на тот момент я даже об этом не сильно задумывался. Я как бы могу заработать как бизнес мой. Сколько лет тебе был? Ну это в общем-то уже довольно большой был мальчик. Слушай, ну я как бы я был на форумах давно, да, я был на форумах давно. Ну картерские форумы появились там в 2000, наверное, первом году. Да, я присутствовал, но я как бы не участвовал в каких-то, да, планета и тамаза, да, я как бы на этих форумах я был, вот, как бы мой никнейм вообще никто не знает, да, хоть у меня там нормальный там статус был, вот, вообще ни один человек, у меня даже человек, с которым мы работали в офисе по другим темам, мы с ним работали, и он даже мой ник не знал. У меня были смежные проекты, тоже, которые не связаны с налогами, они серые, такой в серой зоне. Федералы, когда обнаружили мои какие-то вот эти вот документы, они видели мои другие проекты, они нашли у меня на компьютере данные по другим, но они не могли поэтому мне что-то предъявить, потому что оно вроде бы как нету не пострадавших, все находится в такой смежной, смежной, серой получении вот этих вот каких-то других денег. Ну сейчас же эти темы там с налоговыми, этими деньгами и выплатами, они же тоже живые. Вот я не знаю, я даже не вникал. Во время короны возможно, мне сейчас неинтересно это даже. Во время короны очень много денег американское правительство выплатило там, О, мне про это рассказывали. Допустим, триллион долларов там, да, и я читал статистику, что из этого там триллиона 40% ушло русскими, китайскими там, киберпреступникам. И там вертолетные просто деньги разбрасывались, а они из-за этой короны выплачивали. Я знаю, что ребята, там армяне в этом Лос-Анджелесе мне рассказывали, что они там открывают какие-то компании, ссылаясь на корону, получают огромные какие-то компенсации, да, просто вот ссылаясь, что бизнес теперь, они открывают, их открывают, покупают, короче там, они знают, как это все мутить, и просто, просто огромные деньги. Там выплачивались такие хорошие суммы, компания, каждая могла от 50 до 200 тысяч получить. Когда ты ставишь на поток, то это уже хорошие деньги. По 50 с каждой собери, по 50, там побольше, по 100, по 200. А вот эти, прям потоком у них. Вот эти платежи, которые ты получал, там обналичивал, да, это какие суммы были, там, среднего, 500 тысяч долларов, 10? от 3 до 10 тысяч. Но и много ли в штатах подобное мутит, или ты там в числе первых попался? Нет, ну это, это такое существует, хотя на самом деле мне прям удивило, какой прям резонанс, меня же показывали там по телевизору, штатах, даже губернатор штата, интервью брали по поводу меня, губернатор, прям вот сидит, и это все показывает, у нас я был в СИЗО, показывает, как губернатор сидит, рассказывает, что вот, да, вот есть такой, такой, вот он, значит, мы недовольны уязвимости нашей системы, что почему, во-первых, были получены эти данные, но мы его наконец все-таки арестовали, наказали, и он требовал максимального наказания для меня, по моей статье, меня, как бы, спасли, я думаю, мои агенты, которые за мной все время следили, у меня был внедрен такой агент еще под прикрытием, ну, как и у меня тоже, да, с которой прям вот со мной просто тусовался, мы ходили куда-то в рестораны, в бары, там, в стриптиз, там, гуляли, ну, как бы, все, он инициативу такую проявлял, он пытался что-то узнать, что-то со мной поговорить. То есть он с тобой познакомился, просто какой-то американец, да? Он не американец, он типа русский, он типа даже белорус, бывший, который там маленький, ну, его такая история. Меня познакомил с ним человек, который уже против меня работал, мой знакомый, он, он уже, уже на него что-то надавили, и он, ну, мне ничего не стал говорить, он испугался, и он просто решил уже дальше работать с ними, я об этом не знал, и он познакомил меня вот с этим вот человеком, агентом, агентом, да, под прикрытием ФБР, позывно у него Волк было, я потом уже прочитал в бумагах, наверное, я не должен был видеть эти бумаги, которые случайно у меня оказались, но я прочитал. Я не знаю, может быть, может быть, мне кажется, что это ошибка, потому что я бы, если бы сам, сами они, мне адвокат не показал, может быть, случайно, не случайно, я не знаю, но я увидел это все в бумагах, другого источника информации у меня не было, то есть, если бы не эти бумаги, я бы даже не знал, что человек был агентом под прикрытием, они, у них вообще все, чистая схема прошла бы. Они стучатся, ты варишь там свой суп, адский этот. На людях была прослушка, вот на этом, на агенте и на втором. А что с ноутбуками и другой техникой и вообще расследованием, как оно проходило? Ты знаешь, у меня такого прям страха, ничего такого не было. Действительно ли у меня все хранилось на Бэскрипте или все-таки я проявил вот такой вот халат? Санкции статьи, какие предусматривались за то преступление? Ну, у меня до 5 лет, вот я 5 лет получил. То есть, всего лишь это преступление такое жесткое, на самом деле, потому что ты, по сути, обманывал государство американское. Аль Капоне за это там пожизненно-образно говоря. У него немножко другая статья, да. Я объясню, почему только 5 лет. Вообще, за любое действие, да, я не знаю, как это, я не хочу знать, как у нас там что-то работает, да, но вот, например, в Америке, одно и то же сделав, да, ты можешь получить совершенно разные статьи и совершенно с разным диапазоном. Мои агенты мне именно дали минимальную такую статью до 5 лет. Вот. Они как бы вели полностью аудио, звуковую прослушку в автомобиле, в моей квартире. На людях была прослушка, вот на этом, на агенте и на втором, который меня познакомил, на нем тоже была прослушка. Я читал тоже в бумагах, когда я должен был к нему приехать, он вызывал скорее агентов, которые должны были к нему опередить, которые должны были на него повесить прослушку для встречи со мной. У меня на самом деле какой-то обиды прямо к этому парню нету. Мне, честно говоря, когда я был арестован, я наоборот о нем подумал, блин, нужно как-то ему сообщить, чтобы у него не было проблем. Он, оказывается, давно с ними работает. То есть, испугался, молодой пацан испугался, что-то там, в общем-то, можно понять. У него там проблемы со зрением было, я думаю, надо ему помочь, надо ему там зрение это вылечить, там, этот ему зрачок прям нужно было менять, нужно деньги. Думаю, сейчас я соберу парню, сделаем операцию. Пусть у него нормальные глаза будут. Оказывается, сливал меня что-то. Вот, ну, у меня как бы какие-то претензии или обид нет. Я понимаю, что человек испугался, к нему пришли, его запугали, и он решил как бы работать. Прослушка была, весь перевод на английский язык, всех этих разговоров, все транскрипты просто нелепые, даже бытовые какие-то, ты пошел туда, там, на кухню, там, туда, все-таки перевод, но они должны просто полном вид сдавать. У меня там звучало то, что для меня очень важно, чтобы не пострадали люди. То есть, мне как на финансовые институты, на государство, мне как бы похер. Да. А люди, я не хочу, чтобы они вот испытали вот это вот переживания какие-то моральные, вот эти вот тяжелые какие-то. Для меня важно, чтобы не пострадал человек. Вот, я думаю, что из-за этого у них как бы такое, в принципе, ко мне было хорошее отношение, и они старались для меня, ну, все-таки меньше. То есть, это тебе помогло? Это мне помогло, да, даже прослушка, получается, мне помогла, потому что ничего другого из прослушки они не не нашли. Только плюс мне. Если мутите что-то, говорите, что я за простых людей, нужно на всякий случай что-то, бабки олигархов меня не волнуют, они и так весь народ обокрали, я краду богатых, раздаю бедным. Да, Робин Гудом нужно, показаться, чтобы на всякий случай это было зафиксировано и подняться в глазах, И говорите, я поддерживаю там, Слава КПСС, нужно обязательно сказать, как в том анекдоте, да. Первая мысль, когда звонят в дверь, и ты понимаешь, что это, скорее всего, за тобой, и это за эти твои дела. Это интересный момент. Это в каком штате было? Ну, это Майами был. Это Майами, я, у меня хорошая такая, квартира такая, знаешь, с террасой, прямо на океане, это прямо на первой линии, билдинг, он называется, Паркер Плаза. Даже показывали, кстати, потом репортеры, показывали дом, снимали, вот он, где жил, мне просто все это было шок. Думаю, неужели их так вызывает зависть, да, американцев, рядовых, что вот это вот показывание, это должно ко мне вызывать такую ненависть, что он вот сволочь, он в таком красивом месте тут жил, тут творил. Но в этом они не отличаются, журналисты всех стран, они, видимо, по одной копирке работают. Ну да, показывали это все. Так, вот первая мысль, вот с этой девочкой мы были вместе в этой квартире, которую арестовали. Вы встречались? Ну, встречались, да, встречались. Мы поссорились накануне, мы, мы хорошо в ресторане, в хорошем, очень дорогой, зашли в ресторан накануне, там какие-то лобстеры, какое-то что-то такое, прямо нам на приносили, такое большое-то блюдо, мы там покушали, но потом мы умудрились поссориться. Приехали мы домой, рассорившись, и мы спали в разных спальнях. У меня было две спальни и большая еще этот зал. Я это хорошо помню. Это раннее очень утро, там 4 утра. Они любят приходить, это здесь же точно так же приходят, потому что, ну, логика какая, человек спит, заторможен, еще не способен принимать быстрые и правильные решения, поэтому копы, там, наверное, со времен НКВД сюда приходят строиться пораньше. Ну, я думаю, это нормальная практика, которая, да, всемирно, как бы, принятая, наиболее эффективная, как приходить вечером, да, человек куда-то ушел, куда-то в ресторане, в 4 утра, то, скорее всего, да, по статистике, наверное, человек находится дома, спит. И действительно, да, и заторможены, с просони, разбудить хорошо. Просто охрененный стук в дверь, таки удары, бах, 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 кулаком, полиция открывается, да, просто, вот так вот стук, да, полиция, открывайте дверь, полиция, я тихонечко встаю, иду, она тоже просыпается, мы встречаемся в этой, ну, и начинаем перешептываться, ну, как бы, что делать? Нужно, значит, чего-то избавляться, куда-то что-то там девать, открывать, не надо открывать точно, раз они стучат, значит, они по какой-то причине еще не зашли, значит, наверное, еще, может, они зайдут, открывать не надо, что они там хотят открыть, ну, это точно надо делать. Что делать с компьютером? Ну, я подумал, я не знаю, сколько они будут стучать, может, они через следующую минуту уже откроют, да, постучали и откроют. Ну, я вставлю, большая, как кастрюля была, я ее ставлю на огонь, зажигаю и складываю всю туда технику и закрываю крышкой, думал, пусть стоит себе на этом, на огне. То есть, воды налил? Да, воды тихонечко налил, там, чтобы не греметь, тыкаю стрелять. Я думал сначала в микроволновку запустить, ну, так, блин, все, такой треск, стоит микроволновка, что не подумаешь, что стреляет, тут вообще сразу воломает. Я все тут сложил, пусть оно там себе варится, потом они начали говорить через дверь, откройте, потом они начали к ней обращаться, такая-такая-то, вы откройте, он, наверное, держит вас в заложниках, мы хотим именно вам помочь, мы, вы нам не нужны, ну, такие всякие разговоры, мы хотим вас освободить, он такой какой-то, не знаю, почему мы такую тему начали, как будто бы, но ей хотят помочь, с ней разговаривали, начали через дверь. Потом я узнал, Это сколько продолжалось? Это продолжалось очень долго. Час, полчаса, два часа? Это продолжалось, наверное, часа четыре. То есть, люди стоят под дверью, на 99% они знают, что вы там. Да, я потом узнал просто, что они не имеют права заходить в квартиру, когда у них точно нет информации, что там кто-то есть, они не имеют права, если они ломают дверь, и там не оказывается ничего, у них очень большие проблемы. Они должны оттуда услышать какой-то звук, чтобы что-то, какой-то был сигнал оттуда, что там кто-то есть, можно открывать. Просто любой кто-то. Но если там пусто будет, у них будут большие проблемы. И еще у них не было разрешения судьи на вскрытие квартиры. Они, оказывается, стучали и хотели еще возможно поговорить и возможно к какому-то сотрудничеству мне привести, кого-то еще добавить, чтобы я точно так же стал, как вот. Потом я читал, когда было выписано само разрешение, оно было выписано утром и после того уже, там после 4 подняли того судью раненько утром, чтобы он там эту бумагу и они уже с бумагой могут открывать. То есть они получили ее поздно. Не сразу. То есть когда они стучали, получается у них не было даже разрешения от судьи открывать дверь. А они потом получили уже и ордер там помадать дверь и на обыск, да? Ну да, search warrant это. Все получили. Ну и окей, они стучатся, ты варишь там свой суп адский из смеси Sony, Apple и то себе. Да, варишь приправа там, мясо там, морковочку. Хорошо. И что потом? Ты знаешь, вот это интересно было в самом момент открытия двери, потому что я его как будто бы почувствовал. Это удивительно. Я даже не понимаю, почему. То есть я, вроде бы ничего не меняется, да? Но я понимаю, что это будет сейчас. Я становлюсь напротив двери и поднимаю руки. Вот так, да? И в этот момент вылетает дверь. То есть... То есть как вылетел? Полностью на пол? Полностью на пол? Полностью вылетает, да. Взрывчатка какая-то? Нет, вот этой металлической штукой. Таран. Вот этот таран, вот такой, да. Она небольшая, эта дверь, такая деревянная, такая простая. Ну, как у нас вовсе. У нас, да, наверное, вот так вот такого плана. Она вылетает дверь, и там щиты сразу выставляются вперед, и дуло автоматов. Они прямо в касках с этими щитами, вот в щите этот прорез, они смотрят через прорез, проталкивают вперед щит, и начинают мне кричать. Там, сюда подходи, там, это. А саммит тихонько, тихонько очень проходит. Да, подойди сюда, повернись задом, встань на колени, и потом дулами прям тычет мне, ну, как бы в голову, там, много-много, там, народу, целая куча, сват, у них сват написано, сват, это команда. Типа спецназ, да, спецназ, полицейский, Это special weapon at active, сват переводится. Потом эти ребята, такие молодые ребята, веселые, они потом меня, когда все, там, надели наручники, там, я все прочитал, по-моему, на русском языке даже, ФБР, овец, он говорил мне, он был русским. А на даму надели наручники? На даму, да, сразу надели наручники, сразу, когда я повернулся назад. Сразу на нее, потом на тебя? На нее тоже надели наручники, к лифту, потом я вижу, да, ее тоже в наручниках. Одеться дали хоть? А, ну вы же были в одежде? я уже даже присматривал, думаю, так, что мне, что мне сейчас одеть? Такое, что всем я уже поеду. То есть, я уже, как бы, одел, там, спортивные штаны, футболку, как бы, рассчитывая именно на выезд. Ты знаешь, у меня, такого прям страха, ничего такого не было. Никогда не, наоборот, вот я помню, этот выломан дверь, у меня накатывает, полное спокойствие, обычное такое состояние, никакой паники, ничего такого нету, даже какое-то облегчение, честно говоря. У меня вроде бы, и такая хорошая, интересная была такая жизнь, с одной стороны, как бы, да, деньги там, и все, что с ними связаны, и такие автомобили хорошие, там, все там, и покататься, где-то и погулять, дорогая квартира, там, у нас все это, очень хорошо, как бы, там, да, и жили. Но, с другой стороны, у меня какая-то бессонница появилась. Вот, я реально, потом, какая-то вот за глазом, какая-то реальная боль, которую я не мог от нее избавиться. Как это может быть на какой-то на нервной почве, я не знаю, внутри. Я закидывался этими обезболивающими, закидывался этими снотворным, все это запивал алкоголем, вот, пытался так вот заснуть, вот, как будто, как какое-то освобождение, на самом деле, теперь я уже там ничего не должен, мне ничего не надо, надо теперь отдохнуть. У меня вот такое, да, даже чувство было, на самом деле. У меня, кстати прошло, прошла у меня вся боль, постепенно, да, она не прошла, возможно, какая-то там, или диета, я прям чувствовал, у меня глаз проходит, все прошло, все вообще, восстановится, никогда больше на нее не возвращалось. А что с ноутбуками и другой техникой, вообще расследованием, как оно проходило? Apple был полностью уничтожен, с него информация, оказывается, Apple вообще очень реагирует, у нее там, наверное, капася, да там внутри какие-то вот эти вот, или может быть, по другой технологии, сам жесткий диск, он, короче, умирает полностью в этой горячей воде, в кипяченой. А с этого, да, полностью взяли всю информацию жесткого диска, причем, я почему-то сто процентов не могу сказать, но скорее всего, вся информация была написана в контейнере BestCrypt, и ребята, потом, я говорил, что у меня все распечатали с BestCrypt, все, короче, он вообще не работает, получается, BestCrypt, его просто вскрыли, этот контейнер, все, прямо распечатали, каждый, каждый, каждый файл, пустили на принт, все, что там было. А пароль у тебя сложно стоял? Сложно стоял пароль, его невозможно не подобрать, там ничего, то есть, нет шанса, что подбор, типа говорят, что возможно, бэкдор есть, значит, к этому BestCrypt от разработчиков, да, для, ну, по крайней мере, такая есть версия, но есть другая версия, что я по какой-то своей халатности мог файлы еще сделать дополнительную копию куда-то себе для более удобного использования, просто на диск D, вот, и там сохранить, потому что мне неудобно было этот BestCrypt сюда-сюда, я точно сказать не могу, действительно ли у меня все хранилось на BestCrypt или все-таки я проявил вот такой вот халатность? Ну, обычно это написано в результатах экспертизы, они пишут, а ну вот в моей было там, допустим, на диске таком-то, в папке такой-то мы нашли то и то, либо включили отображение скрытых файлов и увидели то и то, допустим, ну, по-разному, а так обычно что бывает, ко мне пришли арестовывать меня в ту ночь, когда я нет этот DriveCrypt, не DriveCrypt, а что там было у меня, ну, типа TrueCrypt какая-то штука, уже не помню, я просто не отключил диски, вот, пошел спать, обычно отключал и шел спать, а тут не отключил, оставил его, потому что Ленн с утра пароль было вводить, понимаешь, и в эту ночь именно и пришли по закону позлости. А у тебя важная инфа была более на каком ноуте, на том, что испортился или на том, что остался? На том, что остался. Короче, Windows шляпа не используется эту фигню вообще, да, используйте Apple, вот, и вот такие чехлы для Apple, если что, у нас они в магазине есть, и мы разыграем он за самый интересный вопрос, Саши, в конце выпуска. Забрали тебя в тюрягу, даму твою куда забрали? Да, забрали, это был Форт Ландердейл, Каунти Джейл, вот этот предбанник, в этот заходишь, да, сдаешь всю одежду, да, тебе, да, сразу же, по-моему, сразу в участок тебя завезли? в участок, это Каунти Джейл, это такой, значит, просто, да, просто, окружная тюрьма, я даже не знаю, окружная тюрьма, там, в основном, все были в камеру, маленькую, забили всех, там, в основном, были все, кто попался в эту ночь с алкоголем, все подряд, очень много людей, там, очень долго процессили, такой процессинг, да, чтобы потом переместиться в камеры, ну, как долго, видишь, все относительно, мне казалось долго, что 10 часов, это долго, да, оказывается, бывает, и намного дольше, очень плотно все, ну, как-то все культурно, как-то друг к другу относились, на самом деле, вот, я помню, там, такая одна скамеечка была, и я стою, стою, мне кто-то говорит, ты, может, устал, посиди, я постою, ну, давай, да, я посидел, там, ну, все, там, там, ты посиди, знаешь, вот такое отношение друг к другу, как-то вот, люди, то есть, нормальные, не то, что я все, я занял это место, нет, смотрели по-человечески, друг к другу относится, хоть все тесно, как бы все, а контингент какой там был? Ну, алкаши, которые там попали, из-за пьяного, очень много пьяных, там, это вот этим угаром, этим, значит, запах этот вот алкоголя, все это пахнет, кто-то, да, кто-то за какие-то серьезные там преступления, видно, кто-то, кто-то, все подряд, вот все, кто подряд арестован в эту ночь, и там, прям по камерам, там какой-то, значит, в соседней камере, видно было, там, негр там один стал очень буянить, это вот я, такой случай, редкий я увидел, на самом деле, потом я такого особо и не видел, там, достал полицейский баллончик с газовым перцем и залил ему лицо, вот он упал, и, значит, и полицейский, и вообще он даже не, он упал и потерял сознание, этот негр, полицейский, значит, приносит репорт, он это зафиксировал на бумаге, и его пытаются откачать, чтобы он подписал, что инцидент, либо отказался подписываться, но вот этот зафиксирован случай, чтобы при таких-то, таких-то применился газовый баллончик, вот они сразу же фиксируют, но они здесь тоже обязаны фиксировать каждое применение спецсредств, то есть страхуют себя бумажками, то есть это, в общем, нервае такая практика, но у тебя в этот участок получается, а дама твоя где была? Ну, она в этот же тоже участок, женский отдел, там была камера с женским отделом, я их видел, там все девушки, они как бы все вместе в одной комнате, но по-разному, чисто женская камера, заметил, заметил, и она тоже смотрела в это в окно, и она прям уже, она же такая очень активная, вот, и очень быстро собирает вокруг себя аудиторию, ну, такой вот характер, она прям такая актриса, на самом деле, она даже в этот, в ГИТИС, или куда она там, она даже поступила, она прям в спектакле, может какой-то для каких-то своих целей, прям на улице разыграть, прям устроить какие-то сцену, она начинает уже звать всех девчонок, показывает, вот, уже все в это в окно смотрят, то есть, ну, видно уже со всеми там перезнакомилась, передружилась, вот, в своей камере. А вы договорились уже дома, пока были, чтобы у тебя какие-то показания давать? Говорили об этом, да, но на самом деле, почему-то прям вот таких хороших, четких мыслей не было, у меня такой подход, она ничего вообще не знала, просто, это лучший самый подход, когда ничего не знаешь, то сказать нечего, но реально, когда человек не знает, ему не нужно скрывать ничего, и, как бы, ну, это самое, мне кажется, ей-то нравился этот подход, она просто не знает ничего, вот и все, она ничего не знает, и она ни при чем. Я напоминаю, что спонсор выпуска нашего не Миньюз США, а Битпапа, наши друзья, вот в Телеграме, где вы можете покупать, продавать крипту, обменивать между частными пользователями, взяли меня в плен, сто лет ими пользуюсь, и, наверное, еще 42 года, примерно буду, ссылка в описании. Все, тебя закрыли, кругом эта клетка, ты находишься в клетке, это страшно, реально. 2 по 15 дали, потом тебя хоть на полчаса, но должны в зону отпустить. Убьют каждого моего ребенка, убьют мою жену, закрыть глаза, ты прямо сквозь глаза, это все, видишь, яркий свет. Офицеры, женщины занимаются проституцией в тюрьме, можно было курить, сигареты там продаются. И сколько ты пробыл получается в этой участковой тюрьме этой районной? Да, потом как бы завели, завели, да, в эти камеры, все, значит, потом, что оттуда происходит? Оттуда, значит, местный суд, потому что дело у меня было в другом штате, это Флорида штат, но от меня база данных, она как бы была снята из штата Мизури. Приходишь к судье, тебе говорят, у тебя появляется какой-то такой адвокат, ну, сразу же местный какого-то тебе представляет, я твой адвокат. Бесплатно? Ну ладно, да, бесплатно просто. Открывается дверь, тебя, ты даже не понимаешь, что, где, когда, тебя заводят, тебе говорят, вот тебе такое-такое-такое обвинение, ты признаешься в своей вине или нет? Сразу на месте. И мне адвокат говорит, нет, говори, не надо, не признавайся, нет. Я говорю, нет. Хорошо, тогда твое дело передается в Мизури. На самом деле, мне можно было, мне дали максимально, я мог бы сказать, ну, больше не дадут, чем у меня в деле, больше пяти-то не дадут. Если бы я знал, что мне дадут максимально, конечно, ты не знаешь. Я вообще в шоке был до самого последнего момента, просто, даже когда меня объявляли, я просто в такой шок попал, на самом деле. Сейчас, мне кажется, что это, я неплохо еще отделался, да, и что меня мои агенты спасли. Я смотрю, как другим ребятам это все боком выходит. Особенно, кто не сотрудничает, это, кстати, основное, основная причина высоких сроков. Как у Боа, вот это вот роман, вот он точно не сотрудничал. Ну, вот этот вот Селезнев, он точно не сотрудничал тоже ни с кем. Но он там пытался еще, там, бате звонил в Россию, там, они говорят, мы тебе побег устроим через больничку, тусо, он всех против себя настроил, и все эти переговоры его с отцом, там, по тюремному телефону, они все в деле есть. Жесть, жесть, жесть. Они надеялись, да, там, через адвоката. Я, кстати, был там человек, один украинец, он там три года только получил, он был одним делом с Селезневым, и, конечно, я не видел сам этих бумаг, но возможно, что он сделал свой вклад в этот срок. А суд этот, он, а сколько ты уже провел в этом ВВС, образно, в клетке? Ну, ты уже в камере вселили, суд, по-моему, там через два дня. пару дней. Да, там, через два дня, ты уже прям в камере находишься, в камерах, там, это постоянно люди меняются, какой-то прям сумасшедший дом, это все, одни и других забирают, постоянно меняется сосед, там, ну, там большая движуха. там какие-то деньги собирают, какие-то учатся на телефоне, там своя движуха, ты ее даже не понимаешь. Говоришь, я, я, я не признаю, тогда и переносится дело твоем в Мизури. Вот. И ты уже, тебе все, ставят на отправку в штат Мизури. То же самое и на Мизури, это значит, нас отправили в этот большой, сначала в даунтаун, автобусе, перевезли в даунтаун, этот, Майами, вот это вот федеральный центр, там есть такой большой, очень федеральный многоэтажка, там прям камера у меня была, наверное, я не знаю, сколько там этажей, блин, наверное, этаж может 30-й, такой вид, на небоскребы так сидишь, там это окошко с камерой, ты прям смотришь на эти, прям красота, на самом деле. Там и океан, видишь, небоскребы, все вот с таким видом камера. Там находились мы, наверное, ну, дней 10 точно, может, недели две. До этого не удавалось никак связаться ни с кем, с родственников, вообще не было шансов. Не дают позвонить? Ничего, никто ничего не знает, просто пропал человек, они не знают даже, может, в аварию где-то погиб, да, оно же может быть такое, ехал там, разбился, вообще нету шанса даже сообщить. И они не обязаны сообщать? Никто ничего не обязан, я считаю, даже какой-то там писал, чтобы сообщили почему-то в консульство о моей стране, там, потом, интересно, да, процедура, это полет, тюремные самолеты, вот федералы, они перевозят на автобусах и на самолетах, на самолетах, это довольно интересно, все это происходит, тебя заковывают, ноги заковывают в такие цепи, потом вокруг пояса такая цепь, и руки в цепи, ты тоже, они приковывают к поясу, да, получается, и вот такой вот шеренгой привозят в аэропорт, прямо к трапу, не в большие аэропорты, в небольшом аэропорте, подъезжает, подлетает такой боинг, без опознавательных знаков, без ничего, просто белый боинг, все, и все такой вереничкой по этой полестнице, там человек с шотганом ходит вокруг этого боинга, там охрана выставляется, все поднимаются по лестнице вереничкой, в начале салона всех девушек садят, всех женщин, женский пол, там очень мало мест, бизнес-класс, да, бизнес-класс садят, садят девушек, там может быть будет пять, шесть человек, весь остальной самолет, это все мужчины, все, проходя мимо, пытаются оказать какие-то, потому что входит в салон, какие-то знаки внимания, всех постоянно дергивают, все проходя мимо, что-то там могут сказать, или что-то это, да, проходят дальше, дальше, дальше в салон, потом этот ненавязчивый стюардский сервис проходит, ну, когда уже там взлет, тебе, значит, каждому раскидывают там какие-то баночки с водой, тоже нужно ее еще приспособиться пить, потому что весь завязан, сэндвичи всем тоже раскидывают, раз, 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 ну, там не в руки, куда попало, так кидают, ну, раздают, сэндвичи, все с мясом, печенье, воду чистую, это все просто может звучать, как будто бы, да, какой-то комфорт, действительно, да, вот, но, что есть, то есть, как бы, я не люблю хорошо говорить о Америке, но, наверное, все-таки, у нас такого, да, вряд ли, возможно, что всех вот так вот, да, достаточно было воды, еды, вот в этом тебя не обидят точно, ты можешь быть уверен, ты будешь сыт, ты будешь напоен, и самолет, он взлетает, и он такими небольшими остановками, он взлетает, посадка взлетает, через 20, бывает 10, через 30 минут, и он так по местам, тут 10 человек выходит, называют фамилии, эти выходят, другие заходят, следующая посадка, там он только взлетел, ты опять, ты в уши, только-только взлет, посадка, взлет, посадка, пока не доволься на твое место, все, потом, да, мое место, мы выходим, штат Оклахома, там очень большая база, там есть два перевалочных базы две перевалочных 1 перевалочная тюрьма по я побывал в обоих 1 это самая большая в америке это она значит прямо с такими с рукавами для самолетов то есть самолет подходит прямо к тюрьме и от нее прямо рукав с трапом идет заключенный в тюрьму поднимается уже по рукаву как как в зал ожидания это уже тюрьма то есть аэродром рядом вплотную к тюрьме но это да тюрьма с аэропортом со своим так это можно назвать то есть никуда не нужно везти самолет подходит и по рукаву уже в тюрьму поднимаешься это одна и вторая обычно тех кто еще не присуждены сроки привозят в другое место куда везут на автобусе я вот в тот момент я был в той перевалочной базе в другой она называется грэйди каунти там обычная местная такая тюрьма арендованные федералами места для именно транзитчиков для федеральных транзитчиков выглядит так трехэтажные стеллажи их три этажа внизу кровать на средине кровать нары нары трехэтажные и наверху яркий яркий свет то есть невозможно прямо то закрыть глаза ты прямо сквозь глаза это все видишь яркий свет телевизор включен на все время громкий какой-то этот телевизор зачем почему в этом разрешает этот шум гам стоит просто просто невероятный посчитай посредине этого всего да все таки на к стеночке да но посредине зала этого да потому что окружен со всех сторон какими кроватями вот это вот открытый унитаз и писсуар до сначала кажется что как можно пойти на этот унитаз открытый который просто со всех сторон тут 200 человек ты просто да вот но на самом деле это оказывается намного легче чем чем ты думаешь потому что во первых ты идешь на реально на тебя прям но никто не с никому не хочется в это место смотреть все в так вот сидишь вот смотришь так вот оглядываешься и всем все своими делами занимается никому это не надо то есть каждый занят чем-то своим нету никаких проблем так огороженных туалетов не было не было нет не в одной тюрьме нет значит если кто лет в камере внутри камеры ну ты естественно ты просто своим соседом ты договариваешься ты хочешь в туалет сосед вы выходит и спокойно себе сидишь полностью облагорожено просто в комнате в туалет вот а есть вот такой вот открытая одна дырка на 200 человек там наверное два было два унитаза на постоянном этапах постоянно очередь такая идет это вообще там там жестко я даже думал я не по не смогут это пойти блин но если захочешь сходить что делать да ну а это самое жесткое было чем ты столкнулся в тюрьме или нет просто я по своему опыту помню там много таких но моментов психологически тяжелых там тяжело с волосами расстаться например ну даже если у меня ж не коры понятное дело было и не коса да ну просто обычная мужская стрижка но почему-то до последнего в камере я помню но не хочешь стричься это не знаю как символизм какой-то еще надеешься что тебя выпустить через 357 дней там что-то удастся порешать и не стрижешься чтобы лысым не выходить вот это один момент потом что не то заметим и 2 второй момент ну такого же наверно сверх жесткого и не помню но вот эти два момента психологически сложны ну да честно говоря наверное вот это вот самый такой вот было самое такое место тяжелое до тяжелее таким мест уже как-то и не было процессе а на чем кстати легче и удобнее переезжать на автобусе тебя когда везут или на самолёте смотреть лучше во первых меню 3 да как-то быстрее потому что я переезжал на автобусе когда в техас я попал в тюрьму в техас и вот из этой же оклахомы в техас в эту в тюрьму мы ехали 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 на этом автобусе это довольно долгий путь ну зато он смотришь в окошко тоже интересно там столько там техасе оказывается вот этих вот все в этих вышках нефтяных все в нефтяных вышках качалки дали качалки маленькие стоят все везде 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 когда на самолете тоже поднимаешься видишь просто так вот безграничное поле у тебя должны были с оклахомы достать в миссури правильно в тот момент потому что еще поменял там еще тюрьмы в процессе же моего пребывания тоже не связано с этим такие истории вот это наверно самая психологическая одна история которая у меня была из-за которой меня забрали в карцер перевели в другую тюрьму вот это самый тяжелый психологический момент которыми в принципе был за все время там мне удалось сообщить о себе кстати находясь там причем таким странным способом там я общался с одним итальянцем который вышел на связь со своей семьей я попросил чтобы он его там жена запустилась в instagram кому-то из моих будут все ситуацию чтобы это было объяснено и вот он все это выполнил она действительно отослал сообщение через instagram там кому-то вот таким образом только узнали до этого мне не удавалось я даже не было возможности как-то положить денег ну можно где было делать какие-то звонки платные да мне не было возможности положить денег но потом уже вот мне удалось дать информацию как мне положить деньги вот чтобы я мог и там даже там в этом в ларьке вот в этом тоже есть ларьки мы там долго довольно пробыли в этой в оклахоме наверное недели три и потом уже с этой оклахомы опять на самолет и нас привезли в эту в мизури я купил в ларьке и себе и девушке этой купил попросил купить она даже ей сюрприз было мы не знала и вдруг приносит ей это из ларька еду для сам для нее выбрал там все что может понадобиться все привезли нас в этой мизури тоже в это все зол в котором я уже вообще целый год пробыл но предстал перед судом было было следствие какое-то это было там уже адвокаты туда приезжали в базили на суд сант-луис город потому что на самом деле это каунте джейл в которой находился она находилась наверное может быть час час часа полтора на машине меня возили в каждый раз суд перевозка суд выглядит у них но чтобы у нас это жесть вообще там автозак этот несколько отдельных боксов туда рассаживают обычно если есть подельники тогда там одного в общую клетку допустим а подельника там в отдельный блок чтобы там не переговорились ну типа раздельная транспортировка должна быть там порой в этот маленький бокс ну такой вот там двоих забьют там стоят даже невозможно а в общую эту клетку машина там типа зил там в кузове в общую клетку эту набьют там человек 20 порой там даже но друг на друге стоят сидят там пиздец просто стоят даже нет у всех у каждого есть место все все как-то сидят на нормальных местах как-то все по-человечески вообще нет такого не загонят даже не одного человека лишнего но тоже перевозят добыть их в наручниках до перевозят наручниках пенька на ноги уже не помню одевают эти кандалы но на ноги одевают разделение там есть впереди опять для женщин вот они разделяется такой решеткой обычной кстати нас везли вот когда из форт ландердейл туда в майами да мы сидели прям за решеточкой впереди вот эта девушка мы прям разговаривали активно и даже ей удалось достать руку тонкая рука из этого наручника достать просто закрытого наручника свою руку и даже куда записку передал которому забрала и обратно в наручники но обратно в суд был намного тяжелее чем достать она уже думал не запихнет друг вот удалось прям можно даже достать не так крепко не это не не застегнули а меня кстати когда арестовывали вот эти вот сват они потом говорят давай тебе две пары наручников оденем чтобы тебе ну для этого комфорта потом не говори что мы для тебя ничего не сделать и сделанными прям на двух одни потом вторые я вот прям на двух наручниках не упрям сзади все нормально а ты имеешь ввиду что да да пошире было чтобы не вообще было нормально мы вообще говорит я в руке была светошумовая граната я так хотел и пульнуть но блин открывается дверь вижу ты уже стоишь с этими поднятыми руками потому что мы год мы недавно колумбийцы танков наркоборона арестовали окинул это было очень весело очень потешно для них это тоже там движуха тоже такое веселье определенная ну начнем тогда с первой тюрьмы в которой попал это в штате джорджия именно в той тюрьме в которой был в этот роман вега да я когда туда пришел роман был в это время в карцере за телефон поэтому мы с ним не пересеклись вот его как раз забрали в карцер у него нашли телефона у него телефона постоянно там даже фейсбуки сидел мне говорили что он постоянно телефоне сидел возможно его кто-то слил что-то потому что конкретно шли в его камеру как мне сказали конкретно его взяли и знали когда он прям пользуется и прям сразу ну то есть вот у него потому что он платил деньги у него был другой человек который держит его телефоны который берет все риски на себя и такой платишь ты платишь деньги и человек представляет этот телефон как будто это его и при любой опасности он себя забирает его из рук и берется на себя и не было даже шанс этого сделка примерно может стоить такое вместе у нас тоже такая система надо ну вот видишь не помню там я попал в камеру с мексиканцем очень хороший обеспеченный такой мексиканец у которого был свой телефон у которого были люди у него были люди которые готовят у него были уже такой чуть постарше меня серьезный очень человек такой он картельный он от картеля от мексиканского наркокартеля как у них все происходит он не рассказывал значит историю как только говорит я помню как ми как меня арестовали и мы еще сидим с агентами фбр еще у меня дома на кухне моя жена сидит мы спрашиваем ну вот что нам что какой можно рассчитывать срок что будет ну я не знаю это все решит суд это судья мы тут только арестовываем рассчитывайте 3 может три с половиной года ни хрена себе 33 года в тюрьме у него там трое детей двое там один там только родился двое там это уже дети в школу пойдут как три года я просто я не вынесу в этой тюрьме быть три года я не могу я не для тюрьмы созданных холода потом значит проходит какое-то время помню звоню жене и говорю что мне нужно подписывать дел на 10 лет максимальным сроком пинет у выхода никакого потом говорит уже 15 лет да хорошо я иду на суд но у меня максимально наверное максимально не будет все таки там не 10 должно быть но я подписываю все равно на 15 в итоге ему дают 25 и вся единственная причина в том что он никого не привел если пом привел кого-то еще но было бы 3 так он получил 25 он получил 25 ему говорит при всем желании как я могу кого-то привести это картель меня сразу убивать не будут убьют каждого моего ребенка убьют мою жену и потом уже со мной разберутся они обязательно убьют всех они найдут всех прячься вот это вот есть программа защиты свидетель он дает какой-то шанс но все равно найдут находит находит этих людей находят эти семьи и постоянные бегать им постоянно прятаться и потом их все равно всех убьют детей маленьких больших всех всех найдут и каждого убьют вот либо второй вариант картель он платит полностью каждый месяц он платит семье хорошую зарплату за то что не потеряли кормильца неважно на какой строк 25 лет они платят 25 лет и плюс человеку они в тюрьму засылают столько денег чтобы он полностью зависит от ранга какой-то в картеле ранга чтобы полностью комфортно не просто ел но чтоб он комфортно играл в покер все время ел покупал себе все что нужно накрывал стол и кормил еще там своих собратьев близки так кто с ним рядом поэтому ну меня даже как-то не было выбора потом я от него переселился общался там с другим человеком из мадагаскара мы с ним шахматы хорошо играли и у него уходил сосед у меня просил давай заселяйся не знаю кого мне подкинут давай заселяйся ты ко мне а там можно порешать да можно написать заявление что хочешь переселиться другую камеру вот и вот должна одобрить заранее узнал когда он уйдет и все это написал меня одобрили в основном одобряют я даже на самом деле в сизо я помню у меня вот такой тоже знакомый был американец он кстати тоже очень интересный человек пилот и он был консультантом даже в фильме сделано в америке за грузом по-моему я смотрю до основным крузом и он и вот это вот он сам это все возил прямо такой легендарный такой личность тоже с ним вселился как-то в эту в камеру но я даже без спроса взял собрал вещи вы ты что ну то есть у нас нужно писать заявление но потом не объяснили мы одобрим тебе задним числом ты уже вселился ну как бы мне потом тоже по-человечески не вернули меня брата не сделал ничего ну как бы хорошо мы одобрим но ты напиши мы тебе одобрим задним числом дал и много тоже кстати таких историй рассказывал этом это самолетом как он приземлялся обратно взлетал тут же как только машину за ним гнались по этой по взлетной полосе только что не было не на самолетом он возил наркотики до возил наркотики причем большого объема серб появление сербы это очень интересный персонаж который там был у нас тюрьме это такой серб который прям был весь такой в колоколах куполах вот он именно по какой-то наша папа такой православная вот эта вот раскраска очень активно удивительно просто насколько он прибыв на место взял все в свои руки во-первых на него работала на алкоголь наверное половина тюрьмы работала чтобы производить для него алкоголь меня все время лежали рассыпаны были дороги с кокаином на столе лежал все время там стояла водка все время у него был вот именно белый вот самогон да все вся еда много очень людей получали поместь ограничения 300 долларов в месяц может потратиться на ларек него чтобы ограничение несколько человек на него получала чтобы он мог себя комфортно чувствовать вот такой серб похоже что он сразу знал всех людей кто занимается какими-то веществами по тюрьме он сразу как-то со всеми стал коннектиться это просто просто удивительно все новый совершенно человек удалось ему прямо все в свои руки взять а что если находят у тебя мобилу или самогонку ту же там наркотики и так далее ну это все серьезнее там самогон или наркотики это все больше проблем зависит сколько наркотиков дать и могут новые что добавить даже сам срок обратно но это обязательно должен решить судья те обратно мог в сизоте может добавить если ты употребил наркотики обнаружили это в там в тесте либо там телефон вот как бы вот это был у романа смотри когда тебя осуждают тебе изначально сразу отнимают 20 процентов времени по моему 20 до год год тайм ты между тогда у тебя его отнимают и этим временем они уже манипулируют они только у них власть только над этим временем они не могут тебе что сверху твоего срока дать но вот это время они могут обратно вернуть помесячно где-то провинился получи месяц обратно получи месяц добавляем себе и если телефон ты да ты находишься в карцере что неприятно да в принципе там это помещение ты пока лишь карцер привыкаешь в общем ты был карцер добыл за штаны это 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 долгая история это долгие слова связано с наркотиками хотя к ним не имел отношения но кей вот наркотики алкогольный телефон тебя сажают карцер да ты находишься в карцере довольно долгое время вот ему я вот был четыре месяца гардере без выхода час в день ты можешь ты не знаешь даже там никогда не день и ночь там же все там не не окон ничего вот маленькая такая комната ну ты один по крайней мере один даже хорошо ты уже как бы входишь в этот ритм и в принципе ничего не напрягает один час в день ты можешь быть это вот фильме выстрел в пустоту показано вот прогулочные клетки когда ты находишься в карцере там вот эти вот прогулочные клетки вот в такую клетку каждого человека по отдельности в свою ты все равно ни с кем в контакт не входишь у каждого человека своей клеткой ты мне ножки это упражнение поделать час в день просто в саму тюрьму не выпускают то есть постоянно четыре месяца изолятора дали четыре месяца только только сидишь да да ни с кем тебе нет ни контакта ни общения ничего у нас просто должны тебя там ну допустим два по 15 дали потом тебя хоть на полчаса но должны в зону отпустить но они тебя отпустили ты до отряда дошел и тут же новое нарушение опять в карцер да но типа четыре месяца там без выхода не имеют права держать но такими уловками отпустить тебя на 10 минут они могут тебя хоть и год там почему-то ограничений нету потому что я знаю что теченец там был один у нас он год вообще про был он два раза по году пробулка два раза но он там серьезно повредил человека ну даже не было добавление у кого-то сроку гутаем его взяли он там поломал руку один раз потому что то разбил голову там другой раз такой вот у него характер ну и как-то решается там с наркотиками то употребил допустим тебя взяли до плюс там 100 грамм водки у тебя нашли мобилу как-то сколько суток карцер за что дадут если это связано с алкоголем или с телефоном это будет вот как у боа было его уже не вернули обратно в тюрьму его уже перевели на более более строгий режим и мы забрали гутаем добавили получается срок его перевели на более строгий режим он уже дальше продолжал другом месте у каждого человека есть количество поинтов за каждое нарушение добавляется какое-то количество поинтов когда он доходит до какой-то отметки это означает один режим еще выше отметка это означает следующий режим то есть ты все время можешь передвигаться вверх по более строгий строгий режим себе то есть не суд дает как у нас суд дает общий усиленный там или строгий допустим и суд суд выдал начальник тюрьмы мог может тебе изменить режим из-за твоего поведения то есть и тебя могут отправить там сама жесткую тюрьму могут его если ты действительно что такое совершил есть уже там особый режим там где обычно кто убил там кого-то из соседей из заключенных или даже там из охранников таки тоже есть они сидят на всю жизнь в одиночке но их у всех по жизненной сроки например у high level да вот это вот high security level там там в принципе у всех пожизненные сроки но они по крайней мере в группе не по крайней мере общаются но есть вот этот особый режим там где ты даже в руки тебе не могут дать даже бумагу даже письмо тебе на экран выводит в каждой камере есть экраны чтобы он читал тебе вообще нету никакого контакта но первый уровень это какой минимум секьюри есть кэмп да но там ты обязательно должен быть гражданином сша чтобы попасть в кэмп там нету этих фэнс там нету огородок заборов вообще но это типа как в беларуси химия образно наверно только на химии сидит там охранник внизу один там милиционер и ты через него выходишь на работу ты ты можешь даже где-то близости поблизости с этим кэмпом работать самое главное не пересекать ну когда ты находишься в кэмпе да и время ты должен там находиться не пересекать там желтой линии вокруг очерчена если ты заступаешь за линии это считается побег вот эти уже переводят на следующий уровень low low security low security это низкий уровень там где был я либо у меня вот мой иммиграционный статус то что я не гражданин из-за этого я как бы попал не в кэмп так по своим security point там я попал бы в кэмп мне вообще они были очень низкие даже после моей моего случая они не поднялись достаточно чтобы меня переводить в какой-то новый я остался в лову не просто перевели в другую тюрьму после low что после low medium идет вот обычно после алкоголя у романа видно уже были немножко подняты эти поинты потому что после одного телефона как правило ты еще останешься на пределе будешь low но романа видно не были они очень низкие из-за того что во первых поинты дают высокий изначально когда эти очень большой срок у него очень большой срок был то есть у него уже стартовые поинты были высокие то есть они недавно понизились чтобы он переместиться наоборот он был он же был и в медиуме был до этого еще до того как пришел в лоу и в хай наверно он был почему-то его высоко очень засадили на 25 лет такой срок за алкоголь тоже сильно поднимают поинты и как правило ты переходишь вот в медиум медиумы там уже немножко другие условия там прямо заточки на улице прячет там прям какие-то в этом в лоу там на самом деле как-то спокойно свободно никаких таких там нету особо драк каких-то прям заточек ничего такого нету хотя люди которые посидели в каких-то высоких очень уровнях они говорят я не хочу туда там меньше уважения в этот вот в high security там очень большое уважение друг друга я хочу там находиться вот они вот об этом об этом уважении но мне строго сложно сравнить потому что я не был никогда не в медиум не в хай о чем он говорит я не знаю потому что нормально вроде бы там и общение в этом лоу происходит на разным медиума идет хай а потом что вот этот вот особый режим максимум сдам максим секьюрити и супер макс есть еще да ну это такой вот усиленный вот эту вот хай там тоже в одиночках но по-моему там какие-то полегче условия и супер макс это уже такая отдельная тюрьма там где high profile значит таких вот известных преступников того же содержит который очень склонны к побегу который очень склонны к насилию и хуже супер макс там особое условие и самоохраняемость там все я читал что даже с адвокатами общаться запрещено то есть их вообще никто не посещать не члены семьи не могут не адвокат там и все они уже до закрыты они даже не письма не могут не получать него что-то а что самое страшное в тюрьме ну то что не можешь выйти не то что там с людьми как бы нормально да то что ты ограничен тебе кто-то ограничить твою свободу везде закрыты двери это действительно страшно он так так звучит когда ты не понимаешь как не прочувствовал то ты наверно не поймешь но когда ты все тебя закрыли кругом это клетка находится в клетке то страшно реально ощущение того что тебя ограничили твою свободу пусть даже тебя хорошо кормят пусть как-то в детском саду я значит там и свой свой режим там знакомый рассказал там там пять утра подъем без завтрак потом меня рисование потом там значит нас посчитали потом там не урок потом значит я книжку читаю потом угу так тут у нас такой хороший мальчик как детском садике посчитали его и покормили его ну то есть выглядит так как будто бы ну все хорошо такое вот как бы такой детский садик такой да но вот то что тебя ограничивают свободу это реально очень бьет по психике никуда не можешь ты все время в замк на пространстве этот режим все время должен но тебя-то дисциплинировать какой-то в каком-то плане и кстати духовно развивайты книг книг очень много нужно почитать на разных языках для на английском языке очень много книг прочитал и первую книгу там никогда раньше читал так книги на английском языке до первую книгу я прочитал такой художественно самом деле мод не первая книга у меня была не художественная это богатый папа бедный папу я прочитал на английском языке чесаки да потом вторую гарри поттера прочитал вот в основном я художественные не так много читал я больше такие какие-то такие развивающие научные книги читал в основном все на английском потому что на самом деле где открылся мир английских книг но русскую классику тоже прочитал очень интересный толстого и шолохова это они такие интересные очень вещи там и достоевского нагибин есть только писатель тоже читал довольно интересно военные всякие рассказы прям открыл для себя мир научная именно литература американской который даже не существует переводов психологической литературе по такая этология до наука эволюция поведенческая да как как вообще формировалось поведение в животном мире там как это какие сигналы там воспринимает там мозг какие врожденные сигналы какие-то ты начинаешь понимать потом человеческую психологию тоже ну изучал эту книгу все это даже нету каких-то аналогов и переводов на русский язык только есть в этой англоязычной литературе кстати очень много открытий было сделано в 60-х 70-х годов именно в психологии которые продвинули вот америку и на основе вот этих открытий психологов американских были очень много сделаны каких-то стратегий там например информационные да как по какого мнение изменить человека как это влиять на человека как значит вот эти вот нлп там тебя вот нлп вот это все американские технологии они очень хорошо внедряются в средствах массовой информации воздействует действительно работают тоже очень интересный такой факт что в американской системе федеральной существует обязательно и такое предписание определяющие определенный процент женщин которые должны находиться среди офицеров то есть определенное количество офицеров женщин должно обязательно быть среди заключенных и быть с ними в тесном контакте то есть заглядывать в эти окошки смотреть как и как люди сидят на унитазах проводить обыски быть именно в камерах внутри постоянно проходить там это для чего так я думаю его равенство нет не только я думаю сейчас психологической точки зрения это снижает агрессивность внутри юнита до среди заключенных воздействует может быть каким-то до феромонное какое-то воздействие идет то есть это позитивно влияет ты мужчины очень хотят более прилично выглядеть более как-то ну как-то это стимулирует вот что-то потому что это обязательно условия и их довольно довольно много и я знаю про такой случай и слышал про них что они это не единичный случай когда офицеры женщины занимаются проституции в тюрьме и про какой случай я знаю это черная женщина она такая вот формы такая полноватая но таких сексуальных форм вот и она такая свойского поведения была среди заключенных она никогда типа ничего не замечает такой добренькая на как бы считалось если увидит телефон она точно никогда никого не скажет но у не было договоренность это короче с черных островов он ее был представитель к нему люди обращались стоило это 500 долларов вот с ней вот этот один сексуальный контакт люди оплачивали там где-то на свободе и значит она приходила она вызывала в medical определенного заключенного уводила его там где нету камер и вот это все это раскрылась но тюрьма она не хотела это все выдавать на на публику и и очень потиху уволили не было там не журналистов никакого скандала ничего потому что большое привлечение внимания и большие проблемы в тюрьме что он такое вообще раскрылась бы сколько ты в итоге просидел но пять лет получилось если так считать немножко меньше пяти лет вот если от момента ареста ты помнишь вот когда мы с встречались три года назад до случайно совпало я потом потом осознал что мы встречать ровно в тот день моего ареста такую такой то есть это был юбилей при моего ареста и мы лучше бы в день освобождения а то ассоциации не очень что дала тебе тюрьма 5 лет все-таки такое знаешь как говорят год не срок два урок 3 пустяк 5 ништяк вот по российской там по советской терминологии да тут самый такой центр получил не много не мало нормально 5 ништяк как-то раньше я себя чувствовал налегке да все время мне как-то легко все давалось какой-то появился какой-то страх каких-то своих движений в каких-то своих делах каких-то мыслях да я наверное где-то зажался до какой-то зажатость чувствую потому что меня нету той легкости которую мне было все время я вот это в себе ощутил из положительных таких действительно какой-то во-первых бросил курить там не запрещено курить и я считаю что положительно то есть мне какой тяги совершенно нету пять лет без сигарет можно было курить сигарет там продаются тоже их там туда доставляют как там проститутки там любые наркотики все есть проститутки наркотики сигареты одна сигарет стоит 10 долларов можно покупать 10 долларов сигарет и нужно курить как школьник где-то прятаться вот и прятаться там от зауча взрослые дядьки сидят с этой сигареты это какой зрелищий при прячется там какой-то ходит молодой там этот охранник там взрослые мужики сидят от одной сигареты друг другу дают и прячется от него к что за детский сад ну что вы тому же штуку и курить им бы уже не разрешают из положительный момент бросил курить наверное узнал себя понял как как я взаимодействую с другими людьми потому что в общем то я все время был человек довольно закрытый да у меня очень ограниченный круг общения вот есть несколько человек да я как бы все я не знаю как как ведут себя другие люди имеют информации больше да то есть я больше стал понимать наверное других людей прежде всего начал понимать лучше себя да когда особенно то в карцере находишься когда медитируешь ты на уровне ощущений начинаешь понимать как у тебя возникает какая-то эмоция ты понимаешь как ее можно управлять ты понимаешь этот момент этот триггер на который тебя ее запускает то есть это тоже но такой процесс который нужно научиться чисто информационно о многих вещах которые существуют в нашей жизни узнал информация да там например что происходит в нашей вселенной как вот эти вот история эволюция как происходило просто просто даже образование в плане в этом это с таких плюсов то есть на любую тему ты как бы сразу можешь действительно ее очень хорошо осветить как раз книжку читал на эту тему в общем то какую тему не возьми я как раз книжку читал эту тему которая в рекламе не нуждается и читал ее и это ты уже мы получается встретились первый раз тогда это три года прошло да да ты уже насколько на свободе получается цену вот три года мы встретились практически сразу через несколько месяцев да ты еще был похудея в два раза чем ты сейчас занимаешься раньше мой легальный бизнес здесь был связан с торговлей dvd компьютерная техника все остальное у меня кстати в минске тоже был соучредителем фирмы такой крупный который в девяностые в минске еще развелся не было 18 лет крупная компьютерная фирма на стол вот но я уехал потом америку и продал свою долю и сейчас занимаюсь и торговлей развиваю вот этот проект который связан с одеждой со шмотками вас бренд сейл сейчас занимаюсь в развитии мы снимем еще об этом сашном шопе отдельный выпуск дабы вас бренд сейл там продается реплика и вот этот костюм получит в общем-то кто в шопе что-нибудь заказывать в течение недели после выпуска ссылку найдете в описании тот со своим заказом получит вот такой костюм louis vuitton достаточно прикольно пошитые вообще в целом здесь не до чего особо прицепиться нечего или любой другой костюм сайта да вот то есть вам будет бонус небольшой к вашей покупке то есть мы определим кто в течение недели сделает куда покупку бренд сейл и пишите под этим видео просто участвую участвую чтобы мы знали сколько участников и каким-то рандомным образом мы прямо на ю тубе или у меня в инстаграме или в телеграме это разыграем и я видел немало если честно китайских шмоток да то есть реплики мы даже снимали об этом отдельный выпуск и большинство из этого я бы просто не надел но вот этот костюм я посмотрел там качество швов заклепок понятно что это не оригинальный louis vuitton сколько стать оригинальный стоит оригинальный стоит тысячи долларов это будет наверное тысячи две долларов тысячи две да вот но такой вот достаточно высокого качества реплику получит бонусом один из вас ссылка в описании вот а про китайские шмотки мы конечно снимем сейчас более свежий выпуск покажем много всего зайдем в сумм сравним с оригиналами и вы это увидите в ближайшее время за самый интересный вопрос саши под этим выпуском потому что в силу хронометража часть из этого осталось за кадром я вот с радостью подарю вот такого чехольчика люди про обнимаю пока женские кроссовки фенди рома сейчас мы продвергнем их экспертизе профессионально самые популярные вот в продаже сейчас выгоняют именно китайцев особое отношение китайцами стараются прогнать их из этих бутиков а эта куртка она сделана из натурального целлофана хуже всего что китайцы делают эту упаковку и коробку этого достаточно чтобы не списаться с китайцами получить образцы какие-то и дальше с ними там уверенно шагать китайские ячейки они низко низко это наш мануал которому кто-то решит заработать это наш мануал которому кто-то решит заработать это люди что только твой мой жизненный его путь